Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с вопросом взыскания задолженности с должников. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы Бурматовым и Крашенинниковым, и это депутаты от «Единой России». Законопроектам предлагается внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и дополнить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. В данном случае предлагается не допускать взыскания в отношении домашних животных, которые определяются в соответствии с законом об ответственном обращении с животными. И еще одно условие необходимо, чтобы данные домашней животной не использовались в предпринимательской деятельности. В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят три довода, которые обосновывают необходимость принятия поправок. Во-первых, указывается на то, что в статье 446 ГПК РФ уже установлен запрет на взыскание сельскохозяйственных животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. И по мнению авторов, вполне логично, что будет введен запрет на взыскание в отношении домашних животных. Второй аспект – это то, что взыскание домашних животных негативно сказывается как на хозяевах этих животных, так и на самих животных. Так, многие хозяева считают животных членами семьи. Ну а применительно к животным обращается внимание на то, что зачастую государственные органы не могут создать условий для надлежащего содержания животных. Ну и, наконец, третий довод – это то, что в Конституцию внесены изменения, которые направлены на формирование ответственного отношения к животным. Исходя из этого, авторы полагают, что необходимо принять соответствующий законопроект. Следует заметить, что на законопроект уже есть заключение правительства, и правительство поддерживает данный законопроект. Что касается перспектив данного законопроекта, то с учетом, во-первых, положительного заключения правительства, а также с учетом авторов законопроекта, а именно то, что его готовил Павел Крошиниников, а это достаточно влиятельный депутат в Государственной Думе, можно предположить, что законопроект будет одобрен Государственной Думой. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!